всем привет сами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы поэкспериментировать с плагином волкана от фаб фильтр и тоже попробовать его с точки зрения автоматизации параметров вообще волкана это такой фильтр классический то есть его можно использовать на любых звуках то есть по сути как фильтр в любом синтезаторе то есть он может работать в режиме лопа с классическом хай пас бен пас то есть какие-то полосы и ну с ним очень интересно играть я здесь данном случае поставил на мастер чтобы эффект его был более заметный но конечно его лучше наверное и интереснее использовать каких-то отдельных элементах и автоматизировать все это для каких-то развитий как фильтр очень интересный плагин и причем его интересны заключается в том что здесь в нем есть встроенные скажем так источники модуляции то есть мы можем добавить их свой контроллер мы можем добавить элфу мы должен добавить эндолоп дженерейтера мило фоллвер и миде source ну как бы сейчас сильно вдаваться в эти подробности не буду это уже так более детальные иглу изучение плагина ну то есть можно как какие-то оффлайновые точнее скажем самостоятельные добавлять модуляторы которые будут модулировать ну при рифа мы можем подключить к ручке например фильтра вот сделать какое-то воздействие у нас фильтр будет открываться закрываться вот поэтому for на всем миксе ну то есть сам по себе работает и где-то может тоже интересно звучать то есть такие модуляторы можно делать и в принципе такая достаточно удобная вещь но давайте попробуем здесь что еще мы можем сделать давайте попробуем поменять модуляцию на например x и контроллер то есть у нас есть параметр x параметр y можно x подключить допустим к готов у y подключить например к резонансу или к пику в данном случае и таким образом когда я буду двигать вот это x ipad у меня будет меняться параметры фильтра то есть я могу включить режим автоматизации в например лач то есть достаточно интересный инструмент с помощью него можно так быстро управлять фильтром и собственно это прописывать в автоматизации как мы здесь увидели при этом не обязательно конечно использовать именно на такие классические параметры здесь еще есть встроенная панорама фильтр пан то есть можно фильтр отдельно панорамировать влево вправо тут еще прикол в том что можно создавать несколько фильтров одновременно то есть я могу добавить второй фильтр который можно сделать независимым то есть я включаю параллель и по сути у меня сейчас будет двоится звук то есть мне будет звучать первый фильтр в который идет весь трек и второй фильтр который идет тот же самый весь трек то есть не идет автоматизация первого фильтра как мы ее уже прописали а на втором фильтр я могу либо создать еще один x в ipad либо как-то вручную автоматизировать могу например поменять режим на high pass то есть можно какие-то такие интересные звуки опять же здесь я это делаю на примере всего микса может быть это было бы имело больше смысла и больше крит таких креативных возможностей если бы это я делал на каких-то отдельных партиях но здесь моя задача сейчас показать именно возможности что можно с этим вообще сделать плагином с точки зрения автоматизации изменения параметра в реальном времени и так далее давайте попробуем замедлить вот этот второй фильтр относительно 1 звук 2 фильтра будет замедлен относительно 1 и если например сделать разные панорамы правый второй фильтр отправить право а первый фильтр отправить влево нас быть такой как стерео которым мы еще можем и менять в реальном времени что-то ну конечно звучит это немножко странновато естественно то есть это нужно применять точно не так как я сейчас здесь показываю но просто моя задача показать сейчас просто возможности в принципе этого плагина что можно с ним сделать принципе автоматизации здесь очень много вариантов но как я уже сказал этот плагин также хорош тем что его можно использовать в таком оффлайн режиме без автоматизации то есть можно использовать тут настроить эту всю модуляцию под себя можно сделать просто lfo который будет сама работать сама по себе с привязкой к темпу то есть очень можно легко работать с фильтром чисто благодаря вот этим всем встроенным модулятором то есть это ну действительно очень удобно вот по сути здесь больше таких прям особых настроек нет то есть мы можем регулировать это делай при раздвигать один фильтр относительно другого это тоже можно принципе автоматизировать это собственно вносит такое тоже небольшое искажение и такой аля хорус эффект ну то есть с каким-то отдельным партии с какой-то например с каким-то синтезатором или с каким-то вокалом vocal чопом это может хорошо сработать такие эксперименты также здесь можно в разные здесь можно прям сразу перенаправлять куда-то то есть можно мид сайт делать можно делать стерео обычный ну то есть достаточно такой интересный плагин интересные возможности и тут можно добавлять до четырех фильтров то есть можете создать 4 фильтра и делать всякие уникальные огибающие по частотам которые при этом можно например на каждую назначить какой-нибудь модулятор свой допустим там эндрогенеры generator то есть можно прям огибающую назначать на какой-нибудь например 3 фильтр чтобы она срабатывала там открывалась то есть можно прямо очень сильно так серьезно работать с фильтрами и делать жирный звук за счет того что вы по сути можно четыре версии звука внутри одного плагина раздвое то есть вы берете свой исходный звук его к бы можете на 4 и каждый из них обрабатывайте своим фильтром при этом каждый фильтр может быть автоматизирован по-своему это все можно сделать в реальном времени таким образом можно сделать очень очень интересные какие-то звуки вот то есть в принципе в принципе достаточно интересно давайте сейчас я просто попробую сейчас очищу всю автоматизацию и теперь я хочу что сделать я хочу попробовать уберу тоже все эти модуляторы они не нужны и я попробую вот у меня здесь есть 1 допустим это у меня будет лоу пас 2 меня будет хай пас 3 допустим будет бен пас причем здесь еще можно разные типы выбирать они будут чуть-чуть разные по своему звучанию а допустим тоже какой-нибудь такой и я сейчас попробую их назначить на сделаем параллель то с этим можно делать разные комбинации тоже очень интересно с этим можно поэкспериментировать я сейчас попробую все это назначить на наш smart controls так ну давайте возьмем удалим какие-то ненужные параметры так и выберем learn назначим на 1 так единственно только прочно здесь будет выбрать таким образом при конце эту ручку назначим на фильтр 1 при конце эту ручку мы назначим на фильтр 2 3 при конце и вот эту последнюю ручку назначим на фильтр 4 при конце и теперь мне нужно назначить свой контроллер проверить что у меня все работает все все назначены давайте попробуем в реальном времени сейчас с этими фильтрами поиграться с помощью контроллера в реальном времени посмотреть что из этого можно сделать это и и и и и и и и и ну да так и достаточно интересная вещь ну конечно сейчас еще немножко хаотично лучше конечно давать себе отчет что что ты хочешь добиться но как мы видим то есть можно реально назначить разные ручки может сюда еще вниз назначить резонанса для каждого из фильтра если их одновременно крутить можно интересно всякие звуки добиться но опять же это лучше делать с какими-то отдельными партиями потому что весь микс и звучит немножко странновато конечно такие фильтрации делаешь но тем не менее мы поняли что можно таким образом делать ну что с вами был дмитрий урсул увидим с вами следующих видео всем пока